Всем привет! Поздравляю дорогие друзья! 29 января в семье каждого игрока планируется пополнение и сегодня я решил выпустить видео с рекомендациями как правильно подготовиться к этому событию. Итак, приступим. Для начала нам нужно убедиться, что у нас есть место под нового персонажа. Если вдруг у нас с этим проблемы, мы просто удаляем ненужного персонажа, либо покупаем купон на дополнительный слот. Сделать это можно, перейдя в игровой магазин, выбрав вкладку «Особые возможности», затем перейти во вкладку «Другое». Потратив 120 жемчуга, мы можем расширить нашу семью еще на один слот. Далее нам нужно запастись большим количеством монет шокоту. Для этого уже сейчас начинаем копить монеты. Монеты нам нужны для основного и дополнительного оружия нового класса. Получив оружие, нам нужно будет его чем-то улучшить. Поэтому уже сейчас начинайте копить точки. Даже если по какой-то причине вы не планируете играть новым классом, рекомендую в экономических целях сделать то же самое. В день Х, когда все игроки будут заняты развитием нового класса, вы создаете нового персонажа, первого уровня, заходите в магазин шокоту, тратите монеты и получаете оружие, которое сразу же продаете на аукционе. То же самое и с черными камнями. Вы сейчас копите, затем как поднимается цена на камни, просто сливаете все на аукцион. Помимо всего этого, также рекомендую запастись частями круга. Нам нужны части круга, которые дают атаку или защиту. Конечно, части круга можно вытащить из основного персонажа, но этого делать я не рекомендую. Помимо круга, уже сейчас можно подготовить камни инкрустации. Камни нам нужны, чтобы вставить в новое оружие. Желательно приготовить 4 штуки. Вдруг именно вам повезет и вы получите 2 топовые пушки. Что же еще нам приготовить? Ах да, умения. Рекомендую запастись сундуками с книгами, умений. Их можно складировать в ИХ в личном лагере и в день ИКС использовать на новом классе. Ну и напоследок, рекомендую запастись всякими супами. Напомню, что скупать их можно по 3 штуки каждый день за 3 жемчуга. Пожалуй, это все, о чем я хотел рассказать. Если у вас есть еще какие-либо идеи, расскажите о них в комментариях. Если видео для вас было полезным, вы знаете, что делать. Всем пока!